Ну вот, вот эти вот старые ржавые входные группы с забором, который прозвали уже в интернете Кладбищенский. Этот неказистый забор скоро станет историей. Его замена – отправная точка масштабной реконструкции, которая в ближайшее время начнется в парке Толстого. Специалист по связям с общественностью, объединенной дирекцией парков Константин Рубанский, рассказывает, что крупнейшая территория отдыха в Химках в течение года кардинально поменяет свой облик. Вся еда, все напитки, все, что по парку разбросано сейчас, планируется разместить вот на этой территории. То есть, соответственно, это полная реконструкция этой части, и все желающие здесь смогут приходить, ну, как такой ресторанный дворик, можно сказать, будет. Прогулочные зоны также благоустроят, установят новые скамейки и освещение. Паутины проводов вскроют от глаз под землю, планируют организацию спортивной зоны, территории для занятия йогой, будет создан амфитеатр. Пешеходные дорожки и велодорожки в парке наконец-то станут раздельными. Для велолюбителей разработают индивидуальный маршрут по парку, не пересекающийся с пешеходами. Что примечательно, да, в этой реконструкции, что наоборот появится больше зелени за счет тех территорий, тех дорожек, которые в принципе не используются, либо используются мало, их просто планируется убрать и, как говорится, расширить наши зеленые зоны для более комфортного отдыха в парке. Благоустройство парка планируют проводить в два этапа. Реконструкцию начнут уже в этом году и закончат в следующем. А это уже парк Подресково. Ему исполнился ровно год. Увидеть, в каком состоянии находится территория отдыха сегодня и оценить перспективы дальнейшего благоустройства парка приехал первый заместитель главы города Дмитрий Кайгородов. Широкие дорожки для прогулок, детская и игровая зона с безопасным покрытием, спортивные площадки. Парк Подресково стал главным местом отдыха жителей микрорайона. За это время его посетили 230 тысяч человек. Парк построили на месте оврага. Некоторые жалуются, что вот люди ходят, как бы, что раньше будет тишина. Да пусть они ходят, пусть они гуляют. Сегодня верхняя часть парка не требует никаких преобразований, лишь незначительный косметический ремонт. А вот нижнюю часть парка планируют благоустроить. Преобразования коснутся территории, которая граничит с микрорайоном Сходня, где протекает одноименная река. При этом ландшафт изменять не будут. То есть это могут быть мостики через реку, это возможные волейбольные площадки, это возможная пляжная зона. То есть вот именно в это русло пойти, чего у нас в Подресково мало и вообще в Ким-Корсиналу. Попробовать использовать реку, тот ландшафт, который уже сформировался. В этом году власти планируют выбрать подходящий проект и согласовать работы с Министерством благоустройства Московской области. А уже в 21-м приступить к благоустройству парка. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Николай Забродин. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова